Но, пожалуй, главной стройкой 2018-го стала школа номер 39, которую возвели в Замеликесье. Сдавать по одному образовательному учреждению в год стало уже традицией в Набережных Челнах. Строительство новой школы в новом микрорайоне шло действительно ударными темпами. На возведение одной из крупнейших школ города ушло меньше года. На работу бюджет республики выделил более миллиарда рублей. О том, как изменилась жизнь школьников в Замеликесье и других новостях сферы образования, нам расскажет Эльмира Гайнудинова. Виктория, приветствую вас. Я нахожусь в школе-аэропорту, иначе это образовательное учреждение и не назовешь. Эта школа стала второй в городе, для которой разработали свой уникальный дизайн-проект, выдержанный в каждой детали. Как вы видите, во дворе стоит настоящий самолет. И это не единственная фишка учебного заведения. Кардинальные перемены произошли в жизни третьеклассников. Год назад ребята каждое утро в семь классов в 6.45 садились в автобус, который вез их учиться в четвертую школу на Зябь. А сегодня в это время они только просыпаются. Все 28 учеников класса во главе со своим учителем переехали в новую школу в Замеликесье. Если бы мы не приходили вовремя на остановку, то приходилось бы самим добираться. А сейчас можно намного быстрее доходить, потому что она очень рядом. Я ездила в четвертую школу, меня родители провожали. А сейчас, потому что школа рядом, я сама иду. Появление школы в этом микрорайоне существенно разгрузило образовательные учреждения старой части города. 300 учеников теперь учатся рядом с домом. А в двух школах, куда они ходили раньше, стало реальным обучение в одну смену. Полные классы у нас перешли из четвертой школы вместе с учителями. Это два класса во второй параллели, два класса в третьей параллели и один класс в четвертой параллели. Также были детки из восьмой школы. Школу до сих пор вводят экскурсии. Здесь есть футбольное и баскетбольное поле, два спортзала и бассейн. Столовая вмещает более 400 ребят, что в два раза больше, чем в обычных учебных заведениях. По такому же проекту начали строить школу в 65-м комплексе, но посвятят ее не самолетам, а грузовикам и заводу «КамАЗ». В своем комплексе все равно лучше. Тут детей очень много, поэтому из-за этого хорошо будет. Работа началась и на стройплощадках будущих детсадов. Они появятся в Замелькесе, в 35-м, в 63-м комплексах, в 14-м комплексе Нового города и в 14-м комплексе Назябе. «Практически в каждой семье по двое-трое детей. Очень много маленьких детей, которые пойдут в детский сад». Второй день рождения отметили в этом году в целом ряде образовательных учреждений, которые пережили капитальный ремонт. Девять детских садов и две школы, два подростковых клуба, профколледжи. Сумма, потраченная на реконструкцию старых и строительство новых учреждений образования, стала рекордной – почти 2 миллиарда рублей, которые выделили республика и город. Эльмира Гайнуддинова, Ильнар Мустафин, Андрей Буслаков, Челны24.